Ты ж помнишь, ты мне деньги должен за телефон, что у меня мусора забрали. Пубертат увидел мир! Друзья, всем привет! У нас будет сегодня необычное видео. Сегодня мы в формате эксперимента решили вам показать наше жилище. Увидите, в каких условиях обитает главный пубертат Ютуба. А также расскажем вам историю создания нашего канала, как вообще пришла эта идея. И историю нашего знакомства, как мы познакомились с Сусаниным. Друзья, в рамках экспериментального формата решили сделать такое видео. Разнообразить, так сказать, контент полазок, заводов, погони, охран, полиции, военных. Решили сделать вот такой домашний. Как вам понравится, не понравится, уже напишите в комментариях. Ну, вообще, приятного просмотра. Я думаю, что понравится жизнь. То есть, в первую очередь, не полазки, а, думаю, жизни людей должна быть интересна. Друзья, потому что многие приходят на канал исключительно за вылазками. Люди хотят, чтобы в каждом видео кому-то в морду стреляли с АК-47. Но все-таки мы живые люди. Мы хотим попробовать немножечко приоткрыть завесу какого-то личного. Короче, что интересно, пацаки, здесь растут вот такие вот растения непонятные. Мы их, ну, видим часто на картинках, видим их в клипах, рэперы показывают. Я не знаю, что оно такое, но... Это бецает. Но оно очень, очень имеет ярко выраженный такой характерный запах. Это молодежь называет это бецать. В шестнарях за мусоропроводом таким пахнет. И мы ничего руками не трогаем. Поэтому все, друзья, мы полетели. Усаживайтесь поудобнее. Кто спрашивал, расскажу в двух словах. Это мой конь Mitsubishi Lancer 10-2008 года. У меня эта машина ровно 5 лет. И за 5 лет я накатал 80 тысяч километров. Брал я ее за 11 500. И я ее купил ровно за год до создания канала. Аккуратней. Подсказывай там, если что. Ветки. Заходи, заходи, заходи. Балуется. Дай палку. Есть 20 секунд, прежде чем приедут пультовики. Они приедут, думаешь? Я знаю. Мне кажется, что они где-то сидят спят. Там еще камеры, короче, на личной клетке. Ну, то такое. Все, друзья, заходите в мою квартиру. Добро пожаловать. В принципе, ко мне гости приходят крайне редко. Я вообще сюда никого не приглашаю. По сути, я живу максимально в простых условиях, в спартанских. Когда приезжает бабушка, она говорит, Дима, ты живешь в якесь тюрьме. Потому что я как бы исповедую минимализм. И я когда сюда въехал, я выкинул отсюда вот такую кучу тонну мешков. И здесь все оформлено максимально по-спартански и просто. По сути, вся квартира, комнатка, это однушка 33 квадратных метра. Она выглядит следующим образом. Есть просто кровать, на которой я сплю. И есть вот рабочее место. Компьютер, за которым я работаю. И все мое пребывание здесь, в принципе, вот сосредоточено в этих двух позициях. Тут начинается мой весь основной процесс. Это Nate Diaz у нас тут в гостях. Все спрашивают, я монтирую в Adobe Premiere. Например, смотри. Вот проект Будапешт. С Будапешта мы сняли 3 видоса по полчаса каждый. Это всего было снято 4 часа. Короче, смотрите. Подставочки разные. На одну часть, на 30 минут, где-то 20 часов монтажа. Монтировать? Монтажа на одну серию. Раньше уходило по 30-40 часов. Я вообще монтажом занимаюсь с 15 лет. Я еще на старом компе на 400... 486-й был такой старый комп. Мы снимали скейтерское видео во дворе. На камеру, на такую, с кассетами. И монтировали. Я, короче, с детства этим кайфую. Я могу вот так вот сидеть, ну, целый день. Я могу 10-12 часов сидеть. И доходит до того, ну, иногда монтировать интересно. Иногда это увлекательно. И я вот так вот сижу, если бы меня снаружи камерой снимать, то я как будто играю в компьютерную игру в какую-то. Увлеченно очень, возбужденно. Я именно весь в процессе. Такой типа, вау! Что-то там произошло. Я общаюсь с этими персонажами. Я ему говорю, ты красавчик. Потом начинает уже напрягать. Доходит до того, что я вот так вот делаю-делаю. Потом такой... Блин. Как вы за... Нет. И уже все, не могу, короче. Я уже ненавижу эти рыла. Рыла, блин. Эти, вот эти рожи страшные. Я вот так вот ставлю. Говорю, что ты еб***ь скрючила? Что ты скрючила морду свою вонючую? У меня тут такие идут диалоги. Потом взял что-то, чай попил, пошел. Опять включил. А, да, и такая же вонючая. Ой, ты красавчик. Нормально рассказываешь. Красавелла. Не такой же и вонючая. Да, я не знаю, как тут соседи еще полицию не вызывают. Когда у меня идет творческий процесс. Когда у меня несется, тут такие крики, короче, идут. Нюрбургский процесс. Там идет у меня переписка. Менеджеры, рекламные агенты. Вот эта вся хабатория вся несется здесь. Потом мне надоело. Я такой встаю. Пошел. И пошел. Короче, на диванчик. Я сижу, я, короче, книжечки листаю. Сейчас вот я одновременно три книги читаю. Монах, который продал свой Феррари. Самый богатый человек в Вавилоне. И автобиография Бенджамина Франклина. Вот тоже дочитал, короче, на днях. Тут у меня это доска рабочая. Я записываю все, что надо сделать в течение дня или в течение недели. Ну, очень многие надписи я делаю ночью. Ну, когда сплю. И я такой, типа, ой, что-то в голову пришло. Надо что-то сделать. И встаю ночью в трусах встаю. Такое что-то, типа, раз, 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 раз. И лег спать. А мобилку записывать нет? Не, я мобилку на ночь держу в другой комнате. И то, что я записал ночью, его зачастую очень сложно прочесть. И я могу три дня ходить, я не покупаю, что это записано. У меня, в принципе, почерк, ну, такой напряжный. Похож на арабскую вязь. Его мало кто понимает. Но я многие вещи сам не могу понять. Например, вторую строку. Кто из вас прочтет вторую строку? Я ее записал сегодня ночью. И я не могу понять, что это написано. Я вот ходил с утра, я не мог вспомнить, что это такое. Смотрите, многие очень спрашивают. Все видосы сейчас. Кстати, кроме текущего, который вы смотрите. Текущее видео снимает Полина на зеркалку. А вообще все видосы мы снимаем просто на айфон. И вот тупо все видосы, которые вы смотрите, которые вы знаете, они все сняты вот так и с вот этими фонарями. Это фениксы, кстати, спонсорские. Нам уже подогревают, мы все на фонарях гоняем, на классных. Этот фонарь светит... 12 тысяч люмен. Мы им полностью подсвечиваем все съемки. Почему телефон? Потому что он технически максимально прост. И огромный плюс на телефон можно беспалевно снимать любой замес. Люди не будут выкупать, что ты их снимаешь. Я просто стою и вот так вот держу телефон. Вот камера, а там ширик. И просто мы там разговариваем, я вот так вот стою. Вот так вот, типа, могу встать, вот так вот. Вот тут замес, вот тут замес. Я сзади снимаю, вот так вот могу снимать. Но это такой лайфхак. Это, может, даже не надо было рассказывать. Но, короче, на мобилу снято все. И людей, если каких-то нужно сумасшедших на улице подснять, тоже можно аккуратно вот так вот подойти. И сказать, добрый вечер, я Ксима. И все, никто не поймет, что ты его снимаешь. А даже с экшн-камерой, с вот этой вот, ты ходишь сразу, типа, о, не снимай, что ты снимаешь, спрячь камеру. В этом смысле телефон огромный плюс. И, в принципе, ну, многие говорят, что купите зеркалку, снимайте на оператора, берите. В принципе, я, ну, за простоту, за минимализм. И, ну, даже не, ну, даже в планах нет переходить на какую-то другую технику. Просто мы берем специально, как с каждой новой айфон, как только он выходит. Сейчас вот 14-й айфон вышел. Каждый новый мы берем, на него снимаем. А, под землей, в условиях плохой освещенности, вот с фонарем, и все шикарно вывозит. Кстати, что тут записано, права, у меня же права забрали. Я сейчас временно без прав, без автомобильных, так, ситуация сложилась. Я до сих пор не могу разобраться, где они. Я не смог ничего выяснить. Уже два, почти два месяца уже нема прав. Надо съездить. В общем, тут это, а, это... Сколько это камбуча может тут лежать? Давай и выкинем сегодня. У меня за это лето в холодильнике взорвалось где-то пять камбуч. А, подожди, это... Вау! Это гречка сварена неделю назад. У меня нема как бы сутков, я ее просто в кулечек замотал. Но ей уже гайки. Она уже спортилась, и ее надо утилизировать. Почелай камбучию эту выкинем. Пусть лежит дальше, хранится. Ну, все, супер, дай мне бананчик. На, хавать хотите? Да, конечно. Всегда. У меня половина наполнения холодильника, это мои сельские передачки. То, что мне передают с села. И мне всегда передают очень много яиц. Я говорю, бабушка, зачем мне столько? Мне по 80, по 90 яиц передают. Она говорит, кушай, но я их и хаваю. Это уже малая часть той передачки, которая осталась. Но это все сельские яйца с настоящей курицы. По яичку скушайте? Я не буду. Да будете, я вам сейчас сделаю. Будешь, будешь. А я дверь хочу закрыть. Короче, вот это я постоянно бьюсь в эту дверь. Такая конструкция. Я кулинарный, кулинарный бездарь. И одно из самых распространенных моих домашних блюд, это тупо наварить себе яиц и тупо сидеть их хавать. Вот это делал мой сосед со старой квартирой. Это сушной серый? Это сушной серый делал, чувак. Это был сумасшедший сосед, у него была целая коллекция. Целая коллекция монстров было. Все делал сушной серой собственной. И он говорил, что она типа обладает каким-то целительным свойством. И вот это он подарил мне в детстве, вот это мне подарили, когда мне было лет шесть. Его уже и в живых нет. Но я так сильно запомнил. И вот этот, короче, кракозябр до сих пор хранится. Ушная серая. Из ушной серый мертвецает. Это кроме шуток, я на полном серьезе говорю. Это был сумасшедший штрих, он писал стихи. Ты, наверное, даже не знаком с ним. Пацаны, вот такая квартирка, в принципе, маленькая, уютная, зато своя. И на том спасибо. Я вам что хочу сказать, единственное, я очень поздно переехал от родителей. Где-то в 25 лет. До 25 лет я жил с родителями. И это было в определенной степени, ну, ошибкой определенной. Ну, не то, что ошибкой, но, увы. Я глубоко убежден, что после 18 лет и мальчики, и девочки должны жить отдельно. 18 лет исполнилось, все. До побачения на все четыре стороны. Иди, пожалуйста, строй свою собственную жизнь. Это очень важно для психологического, для психологического, вообще, в принципе, взросления. Да и для родителей тоже это напряжено, когда дети продолжают жить. Если нас смотрят молодые, если вы стоите на выборе, живите самостоятельно, не раздумывайте. Это 100%, это заложено природой. Яблоко, когда с дерева падает, оно укатывается в сторону и врастает самостоятельным деревом. Если будет яблоко дальше висеть на дереве, его никто не сорвет, оно сгниет. Его даже гнилое птицы жрать не будут. В принципе, все в природе так одинаково. И у зверей так же само сделано. Дальше мы едем на квартиру к Супер Сусу. Посмотрите, в каких условиях живет главный пубертат Ютуба. А мы ждем, пока приготовят все яички и летим. Пацаны, я живу на Абалоне, а Сусанин живет на Троещине. Мы так лишний раз не афишируем свои уже конкретные месторасположения. У меня знаешь, до чего дошло? Я выхожу в магазин за молоком, встречаю после уроков, идут школьники, идет человек 10. Я выхожу с подъезда. Они говорят, Димон, а мы к тебе. Я говорю, а что это вы ко мне? А я веду вот одноклассников показать, где ты живешь. Я говорю, ну приплыли. Я говорю, вы не маякуйте, я говорю. О, ну я стал с ними, сфоткался. Доходит до того, что камнями по окнам пытаются кидать. Ну, не то, чтобы окно разбить, а так типа, Димон, выходи. Кричат Супер Сус ночью под окнами. Ну и всячески вообще разрушают личное пространство. Ну я тебе скажу, что ты еще живешь на более-менее приличном Абалонском районе. Это еще нормально. Но меня там на районе все знают, на трещине. Если кто-то левый появится во дворе, там и могут и кабину нормально развалить. Если кто-то будет по ночам орать или ломиться куда-то в подъезд чужой, там всех знают. Меня же там с детства знают, ты там вырос, родился. Поломают морду сразу? Ну если кто-то будет левый под окнами реально ходить, орать, могут и в тыню дать нормально. А кто у вас там такой человеколом? Это мусора? Да там, да какие мусора? Не, ну вот смотрите, пацаны. Телепортируй с правого на левый берег. Квартира была двухкомнатная. Но это была проходная. Вот эту штуку я сделал сам. Я делил себе отдельную комнату. Это был холл. Ну что я могу вам показать? Я тоже как бы минималист. Но я еще и короче жадничаю. Поэтому шкаф я решил делать своими руками. Только двери я тут чуть-чуть не доделал. Ну так в принципе мне хватает. Видите, вещей как говорится у меня немного. Видите, вещей у меня ерунда. Это сейчас уже зимние пошли. Наши вот эти вот фирменные. Очень теплые. Вот такое пальто мне значит подарили. Мне все дарят, друзья. Мне все дарят, короче. Сильно. Я практически вещи, как и ты, короче, я их не покупаю. Я их где-то нахожу на заводах советских. Вот этого. Это же, ну это завазочное все, видишь. А есть у тебя из гардероба предметы гордости? Хотя бы один-два элемента, которые ты реально ценишь? Не. Рюкзак. Тастрюли хранят. Это походное мастерство моё. Чайник. А там залаз есть под шкафом? Точно. В общем, залазы только у них. Вот кипятильник, чтобы если свет отключат. А соседи знают, кто у них сосед? Ну конечно. Как тут вообще подъезд на тебя реагирует? У меня не очень, может, так любили. Но потом, когда всё пошло, так сразу всё. В последние дни так даже люди здороваются у меня здесь. Люди не здоровались. А сейчас уже... О, Виталий, здравствуйте. Да, как вы понимаете, я очень активный походник. У меня тут палатка. Вот это спальник, короче, где мы в зоне постоянно в нём спим. Вот такое. У меня очень много туристических вещей. Там большой рюкзак, тут полубольшой рюкзак. Там третий ещё, короче, полумаленький рюкзак. Всё маленькое. Вот это я тут сплю, значит, так. Тут было у меня просто, что я шторы бываю часто закрывать. Ну, не закрываю. Раз не закрыл шторы из соседнего дома, малой взял где-то у родителей указку, вот эта, которая, карандаши поджигает. Да, и мне в глаза, короче, я вот так спал. И забыл шторы закрыть. И в глаза мне, как, улупил ночью. Нам же на стриме этот подонок светил здесь. Вот. Такие дела, ну, как бы, вот, у меня тоже макеварка такая же, как у Дима. Вот, еду готовлю, рис, яички. Тут меня, короче, значит, Серёжа сделал интим мне. Зацените, пацаны, какой пультик. О, вот это ты, мой любимый. А сейчас просто светло, вот моя любимая. И вот такой, типа, интимчик. Ага. Смотри, можно, короче, с ума сойти. Баячут? Да. Вызов полиции. Это я темноты боюсь с детства, очень сильно боюсь темноты. Я, когда, типа, сильно мне это вот, ну, так нельзя спать, бы я не высплюсь ни хера. Но оно, оно чуть-то всем чуть-чуть подсвечивает, но уже не так страшно. Рабочее место? Это у меня рабочая, именно, эта глотка. Рабочая дырка. Смотри, только что нашёл. А, так это я тебе презентовал. Серьёзно? Да, я сегодня перебирал, короче, там фотографии искал и нашёл. Да. Всякие такие штучки собираем с детства вообще. Ты сейчас вам, я покажу, мне этот налог. С каких-то советских газет вырезки. Трофеи. Это костёр, когда разжигает. Такой же штатив, как у Димы. Сигналка, я вижу, кто ночью возле машины ходит. Запоминаю, типа. Чаще всего у меня времени уже нет просыпаться. У меня режим уже выработался. Я полтора года в девять встаю. Я встаю в девять. И, короче, я встаю в своей кровати. У меня обычно где-то есть 20-25 минут, короче, умыться, почистить зубы. Я даже, в принципе, уже и чай дома не пью. И я поехал, короче, дела свои решать. Где-то, короче, по городу катаюсь. Целый день. Я в девять сажусь за руль в девять-тридцать. И, короче, часов в двенадцать я встаю за руля. Я максимально много езжу, 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 езжу. Где ездишь? А? Где ездишь? На море два раза я съездил. В Будапешт мы с тобой съездили. Так, по городу езжу. Межгород я постоянно континентирую. Вот, катаюсь и езжу. В общем, свободный график. Свободный график. Катаюсь. Так-то мы что, снимаем раз в день? Ну, в смысле, раз в неделю. Раз в неделю. И бывает, что в неделю ещё... Ну, реклама там бывает ещё один раз в неделю. Это два дня у меня занятых. Остальных пять дней я шалтай-болтай. И даже Димон не знает, где я бываю иногда. Я где-то поехал, короче. А потом Дима знает, что до меня дозвониться тяжело. Он мне в смс-ка пишет в Телеграме. Перезвони. Я захожу в Телеграм чаще, чем в телефон. И я начинаю перезвонить. Да, я тут-то, тут-то. И всё. И так связь держим. Катаюсь целыми днями. Занимаюсь. Лазаю, 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 лазаю. Только лазаю. Так эта хата, это чисто как ночлежка? Да, я прихожу сюда ночью, ложусь спать. И это... Утром ухожу. Что ты делаешь днём? Да нечего тут делать в хате, я с ума тут сойду. Я не могу в квартире находиться. Но за компом-то сидишь? Ну, за компом. Скажи, покажи свой фон пацаном. За компом, что я могу за компом? Типа порнхаб посмотреть какой-то. За компом у меня есть. Это, короче, форум метрополитена фанатов. Я туда захожу раз в сутки на буквально 2-3 минуты посмотреть последние посты. И новости ТСН смотрю раз в день. Всё, дальше комп. Я больше нечего в этом в нём делать. Вот, и всё, я закончил с одним вопросом. Слушай, вот скажи, если, допустим, будет гореть хата, и у тебя будет 30 секунд. Я всегда об этом думаю, братан. А что ты первое вынесешь отсюда? Самое ценное, что здесь есть в этой квартире, это вот. Это вот, короче, все фотографии, которые есть за всё время вообще нашего с тобой знакомства и всего. Вот это здесь всё хранится. Единственное, что у меня в квартире, единственное, что у меня в квартире, это вот. Всё. А комп? Ну, комп это такой, он 1000 гривен стоит. И документы я ношу с собой всегда в сумке поясной. Это тебе тут сколько, 40 лет? Да. Свеженький ещё. Потому что я тебе не показываю удостоверение. А, это пропуск-фропуск в закрытые коммуникации. Вот, я тут дневники веду. Записи какие-то? Да, английский изучаю. Там сестра, говорю, она теперь просто отдыхает, спит. Я не хочу будить её. Вот. Она не хочет сниматься? Не. Не любит. Не, она сейчас просто отдыхает, заболел очень. У Санина, кто не знает, сестра ровесница. Ну, на пару лет старше. Родная. Вот они вместе живут. Что вам ещё рассказать, показать? Ну, в таких, этих пацанах, вот так вот и живём. В таких вот условиях мы и пребываем. Чтоб кто-то не думал, что мы там каких-то супер-пупер чего-то там. В обычной квартире живём. Там обычные люди. Так, друзья, ну вот так вот я показал свою квартиру. Мы так живём. Так мы познакомились с Димоном, как говорится. Что такое? Ага. Кто тут, я не понял, документики. И сейчас поедем ещё дальше, покажем то место, где мы познакомились. То место я даже сам уже не помню, а Димон помнит. У него в голове, кстати, очень хорошая фотографическая память. Дима больше сейчас занят делом и меньше лазит. Но все залазы, которые я спрашиваю, он всё помнит в голове. У него всё есть. Всё помнит чётко. И он помнит, где мы познакомились. Итак, друзья, мы включаем пониженную передачу, потому что у меня джип. Потому что здесь будет крутой склон. А вот это, когда мне 15 лет было, мы на зелёнке здесь тусовались. Мы здесь с Димом познакомились. Сейчас расскажем. Уверен, что съедем, братан? Да. Страшно, не может. Рано или поздно придётся за всё расплатиться. И так трудно. Не оступиться. Живи осторожно. Не будь отмороженным. Валься. Всё нормально. Канает. Шикарно стал. Итак, друзья, что я хотел сказать. Кто мог подумать бы, что 20 лет спустя я приеду сюда на собственном джипе. Тут собирал бутылки, пил водку, с дренажик запивал водичкой. А сейчас уже прошло время, и я на своей дорогом машине, джипе приехал сюда вспоминать. И сейчас расскажем, где мы с Димой познакомились. Тут сейчас пойдём вниз. Для Киева это знаковое место, культовое, так называемый Зелёный театр. И раньше отсюда начинали все диггеры. Сейчас все диггеры и вообще, в принципе, все люди начинают с Инстаграма, с ТикТока. Зашёл в Гугл и сразу же нашёл всю информацию, которая тебе необходима. А раньше начинали отсюда, потому что это место, это было средоточие, сосредоточие подземелий. И тут собирались и встречались все диггеры. Да. Ну, крепостное сооружение, да, Киевская крепость. 1856 год. О, так аккуратно тут пола немало. Я тебе говорю, что кирпичи разбирают. И здесь, в принципе, почти каждый люк ведёт в какое-то подземелье. Вот даже можем глянуть. Вау! Тоже входы какие-то. А мне вообще это место мама показала. Я когда начал лазить, мне мама сказала, что типа есть такое место, как зелёный театр. И оттуда очень много входов в подземелье. Тут в чём прикол этого места. И сейчас, и раньше здесь нету полиции. Здесь можно спокойно лазить, открывать люки. Раньше, я помню, даже отвертки дефицит был. И это очень подлое занятие, потому что сколько перебитых пальцев из слезших ногтей. Дай куда палочку. Нема ничего. А вот палочку любую деревянную. Такими нехитрыми манёврами. А раньше не было ни отверток, ничего. И вот это тоже очень аккуратный момент. Просто пальцами голыми открываешь чугунную крышку, которая весит сколько? Больше 100 кг, чтобы не прищемило. Галерея, мистер туннель. Давай, возьму камеру, покажу людям тоннель. Всё, видите, мы открыли люк и сразу попали в наши исконные диггерские владения. Вот туда идёт далеко-далеко. И вон туда, ниже, ныряет ещё дальше. И вот так вот мы лазили, открывали люки, искали себе приключения. 15 лет назад, полжизни назад. Ааа, спину держи. Собака. Вот. Смотрите, 15 секунд пребывания в подземельях. А, ну вот это, да, 250. Это грунтовые воды, они, в принципе, чистые, отфильтрованные самой землёй. Мы, когда начинали лазить с Сусаниным, и наше знакомство, оно произошло как раз на почве подземелий. Мы, когда начинали лазить, не было в большом открытом доступе интернета. Не было Инстаграм, Ютуб, не было ресурсов, куда можно было зайти и за 10 минут найти миллиард фотографий, кучу знакомств и информации. На то время, на 2004 год, был только один диггерский форум в Киеве существовал, назывался Акис. И там тусовались все диггеры. И движуха эта была такая закрытая, андеграундная, вообще покрытая мраком. И у меня на тот момент дома компьютера не было. И мне, короче, что делала мама? Она на работе, в офисе распечатывала распечатки форума, просто переписку, и приносила мне домой. И я её читал. Это был форум, на котором была переписка, и на форуме был раздел отчёты. Текстовые отчёты, которые диггеры писали. То есть отчёт о произведённой вылазке. И я читал эти отчёты своей детской фантазией, захлёбываясь, перечитывал их по 10 раз и воображал там себе немыслимое. Но сам на форуме я не был зарегистрирован, и сам на форуме ничего не писал, потому что компьютера у меня не было. И на этом форуме, а также среди этих отчётов, очень сильно и очень много фигурировал некий Сусанин. И я как бы ребёнок ещё, как будто какой-то мультик про Гарри Поттера смотрю, и наблюдаю за действиями волшебных персонажей. Я выкупаю, что существует среди прочих некий Сусанин. Из этого форума я ни с кем не знаком, только лажу с двумя своими одноклассниками. Мы новички и полные вообще чайники. Ну, насколько твоя память интересная это сохранила? Я не помню вообще. Я ж тогда уже кабину лил. Я уже начитавшись этих отчётов, гуляю, значит, здесь, малой. Вот там вот сверху, где-то сверху я открываю люки, и слышим звук открывающегося люка снизу. И ухо диггерское сразу ловит этот звук. Ты этот звук ни с чем никогда не спутаешь. Ну да. И мы такие типа, вау, кто-то лазит. Сверху со стенки такие выглядываем, и смотрим, что вылазят типы из подземелья, вылазят типы. Это другие диггеры, это реальная встреча с другими диггерами. Ну, друзья, нужно понимать, что на то время, ну, мы в вакууме пребывали, эта встреча, это была что-то сродни, как встретить на Марсе другую жизнь. То есть это первая в жизни встреча с другими диггерами, для меня лично. И мы такие сверху типа смотрим, смотрим, что вылазят 5 человек, и мы думаем, подходить или не подходить. И я слышу между собой, они базарят. И я слышу между собой такое, Сусанин, Сусанин. И я такой типа, шо? Ну, прикинь, как будто встретить своего кумира. Кумира своего встретить. А я же в лицо никого не знаю, потому что на форуме фотографий нет. На форуме только текстовые. Еще, я вам скажу, тогда еще и фотоаппаратов не у каждого. Наверное, на сотню людей, если был один цифровик, это был очень богатый человек. Такая мыльница самая простая, это было лакшери стайл вообще. Я даже не мог мечтать. И, короче, мы спускаемся вниз. Я все-таки услышал, что это Сусанин набрался смелости. Ну, мы типа малые, перепуганные. И вы такие, здорово, пацаны, вы лазите, а мы тоже диггеры, мы тоже лазим. Пацаны на нас вообще внимания не обращают. Типа, что мухи какие-то подлетели навязчивые. Занимаются своими делами. Одним ухом. Да, малые, шо вы там? И я такой слышу, типа они такие, Сус, Сус. И я такой смотрю, говорю, а с вами Сусанин? Они говорят, да. Я говорю, а где он? И они такие раз, типа вон, с люка торчит. С люка торчит, а в люке кто-то ковыряется снизу. Я такой подхожу, как кумиру к своему. Я начитался этих отчетов, я подхожу, короче, к люку. И там снизу тело какое-то копошится, лазит. Я подхожу, такой, Сусанин, типа привет. И влазит, короче, Сусанин, вот так вот по пояс, дает руку свою. Ну, вот такая рука у Сусанин, дает руку свою. Говорит, да, привет. Я такой сотрю. Я говорю, ты Сусанин? Говорит, да. И мне так страшно стало. Я такой... Твой весь подземный мир обрушился. Я, типа, я понял, я, ну, я понял, как будто я ослышался. Я говорю, ты Сусанин с диггерского форума? И такой, ну да, это я. И мне так стрёмно стало. И я, короче, вам, пацаны, скажу, у меня первая мысль, реально, которая у меня возникла. Ну, я, типа, понимаешь? Я думал, что диггеры, это такие мощные рыцари. Левиафаны. Левиафаны, такие подземного мира, понял? И я вижу типа, короче. Маленького скручивого. Я, типа, очень испугался, понял, из-за внешности. И я первое, что подумал, что, типа, тебя на какой-то жесткой вылазке. А тогда была милиция в Киеве. Были именно жесткие. ОМОН еще был тогда. Было, Беркут был в Киеве. Были жесткие мусора. Я выкупаю, как нас на районе просто так шманали. Мы просто гуляем. Нас, типа, стоять! Чуть ли не трусы снимали. И так именно жестко. Мы вас сейчас будем убивать. И я первое, что подумал, что у Сусанина где-то мусора заломали. Заломали. И тупо в лицо очень жестко били какой-то разводным ключом железным. Именно, что типа, покалечили жестко. И я понял, у меня такой страх. Я думаю, с кем я связался. Это какой-то криминал. Это какие-то маргиналы жесткие. У меня был в замешательстве. В таких эмоциях был перепутанных. И в то же время был интерес и восторг от встречи. Ты, вот ты вылез, реально, ты вылез. Я тебе могу, дядя, я тебе могу показать с этого люка. Отвечай! Вот где-то ты отсюда вылазил. Отвечаю, где-то вот отсюда. Отвечаю, дядя, тупо отсюда. Да, отсюда ты вылазил. Пацаны, я даю 99%, что вылазил отсюда. Потому что мы спустились по левой стороне. Слышишь, вы вылазили с Кингспеллио где-то вот тут. Пацаны, а ты, короче, пошел, типа, пробивать еще что-то. И вы говорите, мы идем в Кингспеллио. Кингспеллио это название диггерской системы, очень серьезной, которая там ниже находится. Но я по отчетам знал, что это очень лютая система, я в таких не бывал. И вы мне говорите, типа, малые, идемте с нами в Кингспеллио. И я такой, типа, шо? Ну, как будто президент тебя, как будто президент тебя приглашает на званный ужин. Мы пошли с вами, мы-то в Кингспеллио гуляли часов 7. Понял? Промокли полностью. Ну, и вообще, в принципе, по общению было, знаешь, такое, типа, шо вы мощные, вы, типа, крутые типы. А мы, типа, малые, теряйтесь, короче, отсюда. После вылазки. Я говорю, давайте, может, номерами поменяетесь. И вы мне тупо никто номер свой не дал. А тогда еще шо, домашние еще только были. Тогда были домашние, пацаны, тогда не было, тогда были домашние номера. И я помню, мне понял, вот этот Антон был с вами. Он говорит, типа, запиши что-то номер моей бабушки. Короче, как-то так слил меня, понял? Но мы поехали домой с моим другом малые. Полное такого впечатления, что мы познакомились с Элитой, с Диггерской. И вот так, в принципе, это была моя первая встреча. И я потом рассказывал. Ну, я же малой, вся в школе рассказываю, шо я лажу. И я говорю, пацаны, я встретил того Сусанина, говорю, это такой жесткий тип. Его, походу, мусора крепили. Это вообще страх. Я говорю, не знаю, Диггеров, наверное, убивают. Вообще, потому что на то время никто не знал законов. И думали, шо это какой-то криминал. Шо это, ну, в натуре, шо это, типа, тюрьма. Даже много лет никто в метро не лазил. Тогда лазили по дренажкам. И все, вот так вот мы познакомились. Ты, наверное, не помнишь. Шо ты помнишь же это? Ничего. Вообще ничего не помнишь? Вообще ничего. Ноль? Ноль. Ну, в какой-то момент я помню, что мы открывали вот там внизу люк. Мы прыгали, вы за нами шли. Все. Ну, и прошло время. Прошел где-то год, полтора, наверное. Мне купили компьютер. Я уже начал висеть в инете. А, знаешь где? Я тебя второй раз встретил под землей. С Курумпой ты лазил. Ты вспомнил где? В Оскольдовой. Я вас встретил случайно. И я говорю, наконец-то я тебя поймал. Вот ты. И вот тогда, вот тогда ты мне дал Аську свою. Аська уже появилась, друзья. Аська. Аська. Это был 2005, может быть, 2000, вот так вот. И мы тогда мы в Аське долго общались, переписывались. И потом первая наша целенаправленная встреча была, когда мы с тэпмейкером... У меня одна фотка есть, вставишь ее в монтаж. 2005 год это первая полноценная уже настроенная именно встреча была. Пацаны, суть в том, что мы знакомы пол жизни получается, что с 2004, 2005, что мне 30, это пол моей жизни. И мы как бы начинали вместе лазить, начинали вместе это все исследовать. Мы начинали вот с таких сдренажек, с простых и легких. И потом переходили уже в метро, уже в 2010 году начались бомбоубежища. Ну, подземелья совсем другого уровня. И мы типа весь этот путь прошли, и все вот так вот оно пошло, поехало. И мы знаем друг друга как облупленных. Поэтому у нас и канал как бы такой, и наше взаимодействие, и все. Мы с полуслова друг друга понимаем, и весь этот свой движ передаем. Можно не говорить даже. Передаем вам. А мне просто многие говорят, что типа, говорят, ты подобрал его где-то на мусорке, забрал его паспорт. Ну, не выкупают люди, что предыстория этого всего знакомства. Нам еще очень сильно повезло, что мы были первопроходцами, первооткрывателями. Мы не ходили на все готовенькое. Мы сами эти места искали, сами их находили. А сейчас типа уже такая линия, что любой новый человек заходит в интернет и на все готовенькое. Опа, нашел экскурсию, упал на хвост пацанам, и за час увидел столько информации, которая десятилетиями добывалась. Но я считаю, что в этом смысле нам повезло, потому что мы вкусили именно всю настоящую суть именно вот этого реального поиска. И в этом самый большой кайф. Это как Колумб, наверное, Америку открывал. Первый. Такое, да. В этом есть диггерский какой-то такой, как это, марафон или что. Первенство, первенство, первенство. И было всегда типа залезть куда-то, где никто не был. Похер, что это. Но ты первый, ты первый. Такая маленькая гордость. И на этом форуме диггеры, кто первый нашел место, тот дает название этому месту. А если он еще и нарисовал карту и подписал на форуме карту своим именем, то все. Ты, за тобой это закреплено, как твое открытие. Это было как очень элитная такая каста. И, ну, я даже, у меня даже несколько карт есть. И, кстати, мы даже оставим ссылку ради интереса. Друзья, можете зайти на форум. Он уже, в принципе... Он мертвый, он практически не работает. Но там есть наши текстовые отчеты. И мои, и Сусанина. Ну, Санина называется Сусанина отчеты. У меня Додман. Это мое старое диггерское погоняло. Можете зайти почитать отчеты. Там даже на форуме, если отлистаете 2005-2006 год, вы можете найти наши сообщения. Там очень плотная переписка. Сейчас это сложно вообразить. Сейчас жизнь поменялась. Сейчас цифровой мир уже совсем преобразился. У меня первая мобилка где-то в 2009-2010 появилась. Прикиньте. Это было еще далеко до мобильных телефонов даже. Вот так вот, друзья, мы рассказали, как мы познакомились с Димончиком. Вот, и дружим. Вот так вот уже 15 лет. Вот, как мы здесь познакомились, как мы начинали лазить, то, сё. Как бы молодыми были. В общем, друзья, сделали вот такое экспериментальное видео. Посмотрите, как вам понравилось, не понравилось. Ёбана, нам еще ехать машину забирать. А шо? Там уже колеса поснимали все. Ну да. Так, все, друзья, мусора. О, попали, попали. Попали. А-а-а. Товарищи полицейские приехали. Что происходит? Товарищи поли... Ой, аккуратно, аккуратно. Что? Боже. Там же дырка. Господи. Аккуратно, там яма. Торма, это когда По бочках морда На руках тромбы На зубах пломбы Разбора километра Менты Берегите для приезжих Свои банды Урод ты, задрот ты Кто ты? Барыга, значит, за тобой слежка Пушка, ПДшка Бубышка, бродишка Под мышку, припрыжку На чердаке, на приходе На выходах подвал в темноте На выходах подвал в темноте Но выход один Исход не обратим Спозволи их скатерпин Торпа Незаконно Не пахли в рот всех псов Мяу Которые Носят погоны Кантоны Ставят нам капканы Ахули застрадать С наркоманов